Привет, друзья! На днях увидела в комментариях запрос о том, чтобы я высказала свое отношение к палеокето-питанию. Так получилось, что этот запрос совпал с днем проведения вебинара у меня в женском клубе, на котором я как раз и освещала эту тему, высказывала свое отношение и рассказала о некоторых моих личных открытиях, сделанных в этой области. Видите, как интересно, уже столько, много всего сказано и продолжает говориться о питании, и столько сделано открытий, и, казалось бы, новых сделать уже невозможно, но вот каждый человек делает какие-то свои личные открытия на определенном этапе жизни, и я поделилась этим с участницами женского клуба, чтобы мне не терять времени и не говорить одно и то же на разные камеры. Я решила сделать так. Я просто вот сейчас возьму и нарежу кусков из этой беседы, которые касаются как раз темы палеокето, и покажу их вам. Если у вас возникнут какие-то категорические несогласия или, наоборот, категорические согласия с этой темой, пожалуйста, давайте обсудим в комментариях. Я думаю, что эта тема довольно интересна, и она стоит того, чтобы ее обсудили. Вот давайте с вами окунемся на несколько лет назад. Ну, допустим, у меня это был 2016 год, когда я познакомилась с книгой Марвы Аганян про очищение, про условное голодание и про, как она называет, натуральное питание. То есть вот именно с подачи Марвы Аганян началось мое знакомство с каким-то другим видом питания. И тогда я сделала для себя открытие, что, оказывается, у питания бывают разные виды. Я раньше как-то, как и все, но когда я питалась традиционным образом, я просто думала, что есть обычное питание, обычные люди, которые питаются обычно, а есть необычное питание. И к нему я приравнивала вегетарианцев. Я тогда вообще еще не знала ни про веганов, а уж тем более там сыроеды, фруктоеды. Это вообще у меня было неведомо такие слова. И что касается диет, которые существовали и существуют, это я вообще ничего не знала, потому что я диетами никогда не занималась. То есть я была обычным питающимся человеком, традиционным. И вот я, прочитав книгу Марва Аганян, узнаю, что есть, оказывается, натуральное питание. Ну или там она еще говорит естественное питание. И я узнаю, что, оказывается, это растительная пища в основном и практически полное отсутствие животной пищи. Практически, почти, почти полное. Я начинаю изучать Марву Аганян. Я вижу, как она приветствует вот это естественное, натуральное питание. Какое огромное место отводится растительной пищей и преимущественно сырой пищей. Я проникаюсь этим духом. Мне все нравится. И я начинаю практиковать такое питание. И первые месяцы после своего первого условного голодания я делаю для себя вывод, что действительно животная еда не будет больше существовать в моей жизни. Проходит время. Проходит несколько, буквально пара-тройка месяцев. Меняются обстоятельства моей жизни, меняется обстановка. Я переезжаю в другую местность. Я уже больше не живу в Сочи. Я уже живу в холодном климате. И тут я начинаю понимать, что нет, оказывается, без животной пищи прожить здесь очень трудно. Я возвращаю животную пищу в свою жизнь и начинаю дальше тестировать свое новое питание с оглядкой все-таки на Марву Аганян. И перечитывая еще раз и еще раз подробно ее книги, я все-таки замечаю практически между строк. Вот такая скромная там в конце где-то подписка, что она приветствует в холодное время года рыбу и рыбные продукты. Также она приветствует яйца, ну, в сыром виде она преимущественно, да, в этом желтки. Она приветствует мацони, что тоже является животным продуктом. И сыр по типу адыгейского. Из чего я делаю вывод, что, ага, оказывается, даже в таком вот питании, которое, ну, практически исключает животный белок, оказывается, есть лазейка, и Марва Аганян ее нам оставляет. Вот она лазейка, значит, животные продукты все-таки можно. Я помню, что я тогда очень сильно усыпилась за этот маленький кусочек текста, который я нашла в ее книге. Думаю, о, это хорошо, если Марва Аганян все как бы тут дает небольшой зеленый коридор нам по животной пище. Далее я начинаю изучать Михаила Совета. Я прохожу это все его, от корки до корки, да, просматриваю всю его школу на Ютубе, школу здоровья. Одну за одной покупаю его книги, читаю его книги, проникаюсь очень сильно к его взглядам на естественное питание, как он тоже позиционирует. И делая вывод из всего просмотренного, виденного, услышанного, прочитанного в теме Михаила Советов, я вижу, что Михаил Советов, в принципе, делает упор практически на сырую растительную пищу. То есть он якобы там позиционирует себя как фруктоед, да, или там, ну, что-то, в общем, у него основное питание – это фрукты. Я начинаю за ним наблюдать. Я наблюдаю за ним, вот все время там смотрю, не появилось ли новое видео на его канале. Очень внимательно смотрю каждое видео и думаю, когда же, когда же я увижу здесь какой-то зелёный коридор или какую-то лазейку, которую оставил Марва Аганян. Ну, потому что в моём сознании, вот на тот момент, скажем так, 17-й год, да, на тот момент в моём сознании всё-таки животная еда присутствовала, и я не собиралась от неё отказываться. То есть у меня вот как-то сразу сложилось такое представление, что всё-таки животная еда, она является частью естественного питания. Вопрос только в том, как её употреблять. Вот этот вывод как-то я очень быстро сделала и искала такого подтверждения своим мыслям, искала в других источниках, чтобы быть уже окончательно и полностью уверенной. Я наблюдаю несколько лет за Михаилом Советовым и практически не вижу этой лазейки. И вдруг недавно я посмотрела, наткнулась на его видео. Да, я уже стала потом меньше за ним наблюдать, потому что, ну, по мере того, как я стала учиться, да, изучать всё это и всё это, оттачивать все эти свои теоретические умозаключения по питанию на практике. Я всё-таки стала понимать, что, наверное, мне уже не нужен никакой гуру. Я, в принципе, уже всё сама для себя поняла. Вот. И так иногда послеживаю за его каналом и вижу вдруг его откровенное видео о том, как он переходил на своё естественное питание. И это, оказывается, заняло несколько лет, по-моему, лет семь он переходил с откатами, с сумасшедшими откатами, он пускался во все тяжкие. И он совершенно об этом откровенно не говорит и считает, что это как бы практически нормально, потому что мы люди, да, выросшие на традиционном питании. Таков был его путь. И я также продолжаю внимательно смотреть его другие видео и вижу, наконец-таки вижу, да, что он рассказывает о том, как избежать дефицита. Дефицита по витамину В и по аминокислотам. Потому что те, кто на растительном питании, в основном на сыром, у них может быть этот дефицит, ну, в силу того, что кишечник не может, да, не умеет сам синтезировать аминокислоты и не справляется он на сыром питании. И тогда Михаил Советов совершенно откровенно предлагает некоторое количество сырой рыбы. Ну, под сырой рыбу он имеет в виду, вот, там, присоленную, замаринованную, ну, в домашних условиях, да, собственно, ручно. И опять же сырые яйца. Либо яйца в смятку, либо, как он говорит, приготовленные там, как в виде яичницы, ну, чтобы желток был жидкий, а белок схватился. И он предлагает ещё колоть, да, внутримышечные витамины, ну, и там ещё какие-то, что-то из добавок для того, чтобы восполнить. И тут я говорю себе, ага, делаю очередной вывод. Ага, вот, вот ещё одна лазейка. Значит, Михаил Советов тоже признаёт, что жить только на одном растительном питании может далеко не каждый, а если это далеко не каждый, то, соответственно, это питание нельзя рассматривать как на 100%, естественно, для всех людей. Потому что, да, все люди не готовы жить так. Видите, возникает дефицит, и приходится всё равно обращаться к какой-то животной еде, либо вот даже к конъекциям. Хорошо, едем дальше. Вспоминайте тоже, наверное, 2017 год. Вот, я впервые увидела на просторах интернета Ганью Александровну Замалееву. Я думаю, вы тоже её, да, смотрели, помните, знаете. Ну, меня тогда она очень сильно привлекла, потому что она врач, и меня всегда привлекает, когда человек с медицинским образованием вдруг начинает вещать про альтернативные какие-то виды оздоровлений. А вот она как раз шла по питам Марва Аганьяна. То есть она была её прямым последователем. Она пропагандировала этот метод очищения и, как она его называла, альтернативное питание. У неё прям был цикл лекций «Альтернативное питание», которое основывалось на сырой растительной пище, на фруктах, овощах. И она рассказывает, как она ест там килограммами апельсина и так далее. И самое главное, что она сказала в своих лекциях, что вот такое питание и вот этот способ очищения, они просто вернули ей здоровье. То есть она имела ряд проблем со здоровьем. И благодаря вот этой методике Аганьян и изменению питания, как я понимаю, с традиционного на вот такое альтернативное, она решает свои проблемы со здоровьем. Проходит ещё несколько лет, наверное, года 2-3, и вдруг я случайно вижу на просторах интернета, захожу на канал Ганнии Александровны Замалеевой, и вдруг вижу, что тематика её видео полностью поменялась, кардинально поменялась. Она с головой ушла в кету. Я тогда, тогда даже выпустила видео такое со своим, ну, выразила свою точку зрения вот на это. Как это так, что человек получил замечательные результаты на методике Марва Аганьян, да, питание, которое мы знаем, и вдруг резкое изменение мнения, и вдруг она пропагандирует кето, причём пропагандирует так, с таким запалом, и так убедительно, что у меня просто не срослось, чего-то в голове у меня я не поняла. Ну, как это, да, человек, прошедший вот эти метаморфозы, вдруг, а я думаю, что вы знаете, да, что такое кето? Кето – это жиры. Это питание в основном жирами, хотя, конечно же, в кето тоже присутствуют овощи, но там отсутствуют полностью углеводы, ни каш, ни картофеля, ни макароны, ни круп, ни бобовок, ничего там нет, там только, ну, в основном, зелёная листовая зелень, овощи в своём, да, прямом смысле, и упор идёт на жиры. Ну, и, конечно, животный белок там присутствует, самый разный, и сыры, и молочка, и там, и мясо, и рыба, и всякое разное. Да, фрукты там запрещены на кето, то есть там никаких фруктов, там можно в день, там, чуть-чуть, там, маленькую горстку ягод, ну, и, может быть, там, половинку зелёного яблока, только ради того, чтобы, ну, немножечко, как бы, было углеводов, а чтобы в основном энергию человек получал при помощи, ну, расщеплении жиров. То есть диета совершенно противоположная тому, на чём была, вот, основана методика Аганян, да, и как, вот, Замалеева оздоравливалась, да, вот на этой вот, на таком питании. Вот, я посмотрела это всё, понаблюдала одно видео, второе, третье, потом смотрю, там появилась совместная с Викторией Бутенко, я думаю, это имя тоже вам знакомо, и я тоже увидела ту же самую картину, что Виктория Бутенко, будучи лет 12, по-моему, подряд, на сыроедении, там, или фруктоедении, не знаю, как правильно сказать, набрала проблем и переметнулась в сторону кета. И вот теперь они вместе с Ганией Замалеевой рассказывают нам о кетах. И тогда я для себя сделала вывод, вот тогда, когда вот увидела, да, всё это, вот то, что происходит, думаю, ага, значит, эти люди, и Бутенко, и Замалеева, они слишком рьяно, наверное, следовали вот этому растительному питанию, и у них накопился дефицит, потому что бы дефицита, если бы дефицита не было, то ни та, ни другая не ушли бы в кето, причём так яростно и так отчаянно. Тогда я сама себя похвалила и сказала, ну, ты молодец, что ты не стала упорствовать, да, и не стала себя заставлять кушать одни только сырые фрукты и овощи, а всё-таки оставила в своём питании животную еду и потихонечку уменьшала крахмалы, практически там почти до полного исчезновения. Я подумала, что у меня отличный компромиссный вариант, то есть я ем и фрукты, я ем и овощи, и я ем животную еду, и, в принципе, я себя очень хорошо чувствую, у меня по-прежнему моё здоровье остаётся хорошим, я ни на что не жалуюсь, физическая форма нормальная, но ущерба никакого я для своей жизни не вижу. И тогда я стала наблюдать уже за Ганиёй Замалеевой, то есть она стала объектом моего наблюдения, и я стала делать ставки. Думаю, интересно, а когда же ей надоест быть на кето? То, что ей надоест быть на кето, я не сомневалась вообще ни одной минуты, потому что я не представляю, просто человек, прошедший вот эту вот фруктовую жизнь и перешедший на жиры, он будет скучать по фруктам, он однозначно будет скучать по фруктам, по-другому быть не может, потому что фрукты – это очень естественная еда для человека, фрукты – плоды. Вот я стала гулять за Ганиёй Замалеевой, и я дождалась, я дождалась своего звёздного часа, буквально вот на днях, я увидела её новое видео, думаю, так, надо посмотреть. Я включаю, что я вижу. Оказывается, Гния Александровна, причём я сейчас о ней рассказываю, я совершенно в добром отношении к ней. Я нисколько там, у меня нет никакой-то там надсмешки, может быть, или какого-то, я абсолютно по-доброму. Мне просто очень интересны вот эти симптомархозы, которые происходят. И я вижу, что в лексиконе Гниели Александровны появляется новое слово, а именно палеокето. То есть это уже не просто кето, это палеокето. Я понимаю, что такое палео, но думаю, вдруг я чего-то подзабыла. Ну-ка я всё-таки ещё раз загуглю. Я лезу, набираю палео, и нет, да, всё правильно, я всё прекрасно помню. Палео-питание, да, палео-диета, это питание, ну, как сказать, древних людей. В принципе, я говорю то же самое всегда, да, питание первозданного человека, питание первобытного человека, питание первого человека, вот как хотите, это палео. То есть что такое палео-диета, палео-питание? Это питание тем, что есть в природе. Это, собственно, то, о чём мы с вами всегда говорим. То есть это растения и это животные. Всё. То есть палеопитание – это растения в своём первозданном виде и животные в своём первозданном виде. Что это такое? Ребятки, так это же и есть естественное питание. Это же и есть естественное питание животных и растений. Это то, о чём я вам всегда говорю и везде, и не только вам. Я повсюду об этом твержу, что естественное питание – это не просто фрукты, зелень, овощи. Это растения и животные. Именно так, как питался первозданный человек. И Гния Александровна, слава Богу, осознала это. Она всё-таки соскучилась по фруктам. И она впустила их в свою жизнь, потому что палео допускает фрукты. То есть кето и палео, они очень похожи. В принципе, это одно и то же. Это жиры, животные, белок, овощи, зелень. Но палео – это ещё и фрукты. Таким образом, Гния Александровна сделала и себе зелёный коридор, и всем тем, кто находился вот на этой вилке. Ведь сколько раз я уже слышала, встречала вот такие вот высказывания, что человек пытался следовать, допустим, питанию марва-агонян, но у него ничего не получалось, у него вес набирался, и были откаты. А заметим, что питание по марве-агонян – это и термически приготовленная растительная пища. То есть она советует есть и каши, и бобовые, и супы всякие тушёные. Это входит в её питание. Но это не входит в палео. Вот в чём дело. Так вот, человек, который не может привести себя в порядок вот на таком питании, какое пропагандирует марва-агонян, он, допустим, обращается к кето, и он получает на кето шикарные результаты. У него уходит вес, он себя хорошо чувствует, у него уходит это, как это называется, переедание, ненормированный жор. А почему? Потому что он убирает крахмал, он убирает глюкозу, и у него начинается другой тип получения энергии через жиры. Но такие люди рано или поздно начинают страдать и скучать по фруктам, потому что они были в их жизни раньше, потому что это очень естественный продукт. И вот тогда у человека начинается дилемма, он идёт на разрыв. с одной стороны на кето он получает хороший результат, но с другой стороны кето немножечко жестковато, оно зажимает человека, оно не разрешает ему то, что ему, может быть, хотелось бы, но на кето запрещено. И тут появляется палео или палео кето, как его преподносит Гания Александровна. И вот на палео у человека в общем-то развязываются руки и получается, что уходит вот эта строгость, уходит зажим и уходит запрет. То есть палео это практически отсутствие запретов. Ну палео запрещает крахмалы, а крахмалы мы знаем, что это крупы, хлеб, всё мучное, всякие там бобовые, вот это всё на палео как бы не рассматривается как питание. Но собственно я это и наблюдаю в своей жизни. Я вот вам уже говорила об этом многократно, что крупы у меня исчезли сами собой. Я не убирала их. Когда я поняла, что мне нравится кушать фрукты, овощи и животную еду, сам собой отпал хлеб, сам собой начали отваливаться все каши и всё остальное, просто потому, что организму этого хватает. Вот когда организм только на одних фруктах и овощах, на сырой растительной пище, даже плюс немного термички, ощущается какая-то нехватка чего-то в жизни, какая-то неполнота или какая-то неполноценность или какая-то недосказанность, я бы так даже сказала. А вот когда ты вводишь ещё и животную еду, в нормальном, в правильном формате, как раз появляется всё то, чего не хватало. Вот это твёрдое стояние на ногах, ощущение полноты в жизни, успокоенности, наполненности и в то же время нет тяжести, по-прежнему лёгкость в теле. Ну это то, о чём очень часто говорят последователи кетопитания. Так вот, что получается-то, дорогие мои, что Гания Александровна, я сейчас о ней говорю, она пришла к своему естественному питанию, но вот таким тернистым путём. Просто получается, что её путь, он был в принципе таким же, как и мой, только у неё были другие этапы, были другой протяжённости. То есть у меня вот этот этап сыроедения был очень коротенький, и после него я сразу сделала вывод определённый, да, и потом пошла дальше уже развиваться. А у неё, получается, он растянулся. Ещё более он растянулся у Виктории Бутенко. Потом, после этого растянутого этапа, ей ничего не оставалось сделать, да, размаливый, как, ну, перейти на кету, чтобы себя привести в равновесие, да, чтобы восполнить дефициты. И после того, как она была, вот какой-то промежуток на кета, она таки пришла, даже, наверное, чуть попозже, чем я, я так раньше пришла, она пришла вот к этому самому естественному питанию, которое она называет палеокета. Поэтому, если вы сейчас, я думаю, что вот это словосочетание палеокета, оно сейчас будет набирать обороты, и оно будет преподноситься и подаваться как новое модное течение. Сто процентов это будет. Так вот, чтобы вы были к этому готовы и не воспринимали это как опять что-то новое, да, и, а вот, байо, там какое-то палео, да мы давно уже про это палео всё знаем. Это и есть естественное питание. Вот это вот и есть естественное питание. Мне это было так интересно увидеть вот это вот откровение, которое, да, я вот у Вене из Малиевой посмотрела, думаю, боже мой, какое счастье, какое счастье, что она к этому пришла, какое счастье, что она ввела это палео, что она впустила эти ягоды, фрукты в свою жизнь. Ну, это здорово, потому что любой перекос, это всегда как-то ну, не знаю, вот мне нравится свобода, мне нравится свобода. И когда её, ты сам у себя её отбираешь, как-то жизнь как-то не так, не такой весёлой начинает казаться. вот, значит, резюмируя, да, подводя итог всему сказанному, обращаюсь к вам, поскольку у вас ещё пока далеко не у всех, да, что-то там идеальное сложилось с вашим питанием, ну, может, кому-то и кажется уже, что оно идеальное, но я думаю, что всё равно оно ещё пока с какими-то, наверное, там, косяками или там неуверенностью, может, какими-то откатиками небольшими, наверное, есть какие-то погрешности, вот, вам просто есть к чему стремиться, потому что вы теперь очень чётко знаете, что практически все возвращаются и будут возвращаться и дальше вот к этому самому естественному питанию, все будут возвращаться, вот посмотрим ещё, что будет с Михаилом Советовым спустя несколько лет, будет очень интересно подобрать, вот, вот почему так много трагических историй сыроедов, веганов, очень много, именно в наводнён интернет, именно трагические истории, когда люди просто там получали сильный ущерб, да, у них там портилось здоровье, у них сносило башку, у них там выпадали волосы, у них случались какие-нибудь нервные срывы, я не говорю о том, что нет хороших историй, да, они есть, но дело в том, что жизнь-то длинная, да, и мы можем наблюдать какую-то хорошую историю только на каком-то отрезке времени, мы не можем следить за человеком всю его жизнь, да, от и до самой смерти, и мы не знаем, мы понаблюдали за ним, скажем, год, два, три, четыре, и у него всё было хорошо, а потом мы можем его забыть, а потом он может вообще уйти с радаров, если у него стало всё плохо, там через пять лет, да, я думаю, что именно так и происходит, они просто уходят с радаров, они больше о себе не заявляют, потому что у них стало всё плохо, и мы больше не видим его, и мы не знаем, что у него всё плохо, а у него на самом деле может быть действительно всё плохо, не хочу утрировать, думаю, что всё-таки наверняка есть хорошие истории, да, правильных там сыроедов или правильных веганов, но каждый раз, каждый раз, когда мы с мужем едим какую-нибудь очень вкусную рыбу, например, вяленую чихонь, вы вообще когда-нибудь ели вяленую чихонь астраханскую? Конечно, ели, ловили даже, да, это прелесть, чудо. Это не то, что прелесть, это просто какая-то чума, это взрыв, вот когда мы её едим, со стонами, знаете, когда жир течёт по рукам, когда вот это вот невероятное наслаждение, я всегда говорю, боже мой, как же я сочувствую веганам, ну как же я сочувствую веганам, потому что, ну нельзя отнять у человека, да, вот ту часть еды, которая всё-таки относится к природной, всё-таки эта природа, как ни крути, и люди на ней жили, и живут. веганам.